Решил сегодня изготовить оливковые грузилы для будущей сети. К сожалению, оливок такого размера в магазинах найти не удалось. Да и в общем-то они достаточно дорогие, там порядка 20-30 рублей груз стоит. Теперь свинец очень дорог. Но есть небольшое количество свинца, вот решил сделать. В чем сложность? То есть большой диаметр шнура нижнего, то есть грузового шнура, порядка 6-7 миллиметров. То есть отверстие, чтобы не сверлить дополнительно в оливке, должно быть порядка 6 миллиметров. Значит решил сразу сформировать. Для начала изготовить саму форму оливкового будущего грузила из пластилина. То есть любой пластилин берем. В данном случае это скульптурный пластилин. Но это не имеет особого значения. Формируем шарик. Формируем оливку. Из него, как мне видится, приблизительно, ну скажем, вот такой формы должна быть. Дальше самое сложное, то есть получить отверстие внутри 6 миллиметров под шнур. 6-ти миллиметровый, то есть достаточно толстое отверстие. Что делать? То есть я решил взять стержень стальной, ну там проволоку стальную 6-ти миллиметровую. Нанизать как на шампур вот эти вот болваночки пластилиновые. И, в общем-то, отливать. Думаю, что со стальной проволоки, значит, свинец будет скручиваться. Ну то есть они будут сниматься. На самом деле надо пробовать, проверять. То есть я не пробовал никогда формировать, значит, отверстие внутри при помощи стальной проволоки. Тонкие отверстия вроде бы получаются. А вот такие вот, такого диаметра толстые, ну не знаю. Значит, в результате вот получилась такая конструкция. То есть вот эти вот оливки высадились на некий шампур. Вот такая достаточно сложная космическая конструкция получилась. Вот. Имеется, значит, три стержня. Центральный стержень стальной. Тот, который будет укладываться каждый раз в матрицу при заливке свинцом. На нем, значит, будут сформированы свинцовые оливки, которые впоследствии придется сдергивать с него, как-то скручивать там. Ну и дальше технологически все уже. То есть это заливочная. Здесь будет заливочный канал. Вот он сформирован вот этим вот стержнем. Это будет заливочный канал. Тут я немножко усилил. Слегка литки для быстроты заполнения. А этот будет обратка, значит, воздушный канал. То есть путь выхода воздуха из матрицы при заливке ее. То есть непосредственно вот на этом стержне будет сформирована воронка. Ну там я так думаю, что в матрице там просто я ее выработаю ножом. Вот. Сформирована воронка заливная, значит, через которую металл будет поступать вниз. То есть до самого низа. Ну и там, кстати, интересно тоже, да. Не будет ли он заливаться по дороге. Ну, пробовать, короче, надо. И воздух будет выходить по этому каналу. Теперь, значит, вот имея такую модель, надо сформировать матрицу из гипса, ну или там алебастра, что имеется под рукой. В данном случае имеется гипс под рукой. Ну, будем пробовать. Для гипсовой формы изготовил вот такую коробочку. Ну и просто из упаковочного материала, из обычного картона, трехслойного. Но не суть. Для поддержки, вот формирования половинки литьевой формы нашей модели. Вот наша моделька. Тут поставил палочку небольшую. Это из шампура, из этого самого деревянного, деревянный шампур, бамбуковые. Они есть такие. Ну, любую поддержку сюда надо поставить, чтобы вот этот кончик вывесить. Вот здесь полукруглые отверстия. Полукруглые отверстия под проволоку. Чтобы уровень погружения модели в гипс был половина, как бы, под центральной оси. Залитая гипсом первая форма нижняя. Только что свежезалитый. Еще влажный. Полиэтилен положил для того, чтобы коробочку использовать повторно. Хочу сделать 2-3 формы такие, чтобы параллельно лить большее количество грузиков. Будем ждать, пока слегка схватится, застынет. Вот модель погружена в слегка застывший гипс. Предварительно смазал маслом ее, каким было под рукой, подсолнечным скажем. Шарики представляют собой координатные отверстия для разъема матрицы. Будущие координатные шишечки для разъема матрицы. Они уже почти схватились. Да, слой уже почти твердый. Чуть-чуть подождем. Получилась вот такая вот половина матрицы. Нужно посмотреть повнимательнее. Так, вот этот канал непосредственно от палочки остался. От поддержки. Теперь мы принайтуем к ней вторую половину. По всей видимости скотчем по периметру. И продолжим заливку. Покроем поверхность маслом. Снова покроем поверхность модели маслом. И продолжим заливку гипса. Верхнюю часть формы закрепил при помощи скотча. Учус вот такая вот конструкция. Сейчас мы обработаем внутренностью масла. Для разделения слоев. И зальем оставшуюся часть гипсом. Так, развил гипсо в боночку. Выгоняем воздух. По максимуму. Смесим. Несколько можно. И пробуем заливать. Ну и по всей видимости потребуется еще баночка. Форма полностью залита. Ждем. Так, ну вот поверхность вроде бы схватилась. Пробуем открывать. Так. Отделяем скотч. Пробуем открывать матрицу. Снял коробочку. Пробуем открыть. Так, это была нижняя часть. Эту верхнюю мы налили. Что-то великовато налил. Но ничего. Больше не меньше. Пробуем. Вот. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, ну вот что у нас получилось. Моделька. Вот такая штука. Ну, слегка обработать. И в принципе можно отливать, начинать. Пытаемся лить. Сделали вот такую приблуду. Две струбцины. Схватили матрицу. Нижняя струбцина является основой. Как бы не дает ей падать. Получилось достаточно удобно. Ну, не знаю, что получится. Попробуем. Чуть-чуть небольшой наклон. Боюсь, что при заливке, чтобы не попало в верхние сначала полости и не перегрыло выход воздуха. Будем пробовать. Так, ну что, свинец расплавился. Пробуем лить. Ну, посмотрим, что получится. Пробуем открывать. Ну, в общем-то, кака где-то получилась. Какая-то кака. Первая плавка была не совсем удачной. То есть, получилась с воздухом. Они получились вот такие вот, в такую форму грузила. Значит, решил вот оперативно переделать литки на каждое грузило по отдельности. Ну, сейчас попробуем, значит, второй раз залить. Более или менее. При изменении литков, вот сейчас, на вертикальный, получается вот совершенно хорошенький, такие ровненькие грузильца. Вот после обрезки получается вот такая штучка. Конечно, еще надо слегка обработать. Вот, ну, в принципе, уже удобоваримая вполне. То есть, матрицу надо переделать на литки под каждую оливочку. Вот, готовая оливочка. Спасибо.